Здравствуйте, с вами Дина Краснова и в этом видео я вам расскажу, как в программе 1С Бухгалтерия 8 редакции 3.0 отразить материальную выгоду и показать это в отчете 6 НДФЛ. Напомню, что материальная выгода у нас возникает, если выдается, допустим, займ и сумма процентов по займу меньше, чем ставка рефинансирования. И у нас будет такой пример, что выдан займ по 3% годовых и, соответственно, займ удерживается из зарплаты и на момент начисления процентов ставка составляет 7,75. И вот здесь вот расчет процентов приведен, проценты за пользование заемными средствами и материальная выгода, соответственно, 154 рубля и НДФЛ 54 рубля. То есть вот эти вот суммы нам как раз и нужно отразить в программе и затем отразить в отчетности. Как это сделать? Во-первых, нам нужно отразить данную сумму в операции учета НДФЛ. Можно зайти через зарплату и кадры, еще все документы по НДФЛ, создать и выбираем операцию учета НДФЛ. Здесь у нас дата будет последний день месяца, а дата операции будет дата выплаты зарплаты, ну пусть будет 10, потому что будет удерживаться именно на момент выплаты зарплаты. Сотрудник у нас по заданию Кремова. И здесь нам нужно добавить ей доход. Дата получения будет 31 мая. Код дохода, ищем в перечне, 2610. Материальная выгода получена от экономии на процентах за пользование заемными средствами. Вид дохода натуральный доход. И здесь указываем сумму дохода, которую мы рассчитали, 154.81. Здесь у нее вычетов нет. И нам нужно поставить сумму налога, исчисленную по дивидендам и ставкам 9.35. У нас будет ставка 35. Соответственно, вот сюда мы заносим 54 рубля. Больше здесь ничего не заполняется. И также нам нужно заполнить вот эту вот закладку, удержанную по всем ставкам. Дата получения 31 мая. Здесь у нас 35%. Здесь ставка тоже 35%. Сумма 54 рубля. Срок. Здесь мы выбираем. Не позднее следующего за выплаты дохода дня. Код вида дохода 2610. Материальная выгода. Вид дохода. Натуральный доход. И сумма выплаченного дохода получается 154.81. Остальное здесь у нас не заполняется. И нажимаем провести и закрыть. В принципе, данной операции у нас будет достаточно для отражения в форме 6 НДФЛ. Но саму проводку по удержанию НДФЛ мы будем делать при помощи операции. Можно зайти в операцию. Операция, введенная вручную. И создать операцию. Указываем дату. Указываем содержание НДФЛ с материальной выгоды за май. И добавляем проводку. Здесь у нас стандартная проводка на содержание НДФЛ. Указываем сотрудника Кремова. Второе субконто здесь не обязательно заполнять. И здесь по кредиту 6801 НДФЛ. Налог взносы на численную плаченую. И сумма. Сумма у нас 54 рубля. И нажимаем записать и закрыть. То есть это мы сделали проводку. Чтобы показать удержание само в документе начисления зарплаты, мы тоже это можем сделать. Зайти все начисления. И когда мы будем начислять зарплату за май, здесь мы тоже можем показать данные удержания. Для этого нам нужно добавить сотрудника. Когда мы будем зарплату начислять, мы конечно будем через заполнить. То есть мы заполним перечень сотрудников. Потом можно будет встать на нужного сотрудника. Нажать удержать. И здесь будет новое удержание. НДФЛ с материальной выгоды. Сумма 54 рубля. И вот здесь мы это можем посмотреть. Ну и затем нажмем провести и закрыть. Ну и посмотрим теперь саму форму 6 НДФЛ. Как она у нас формируется. Переходим в отчеты. 1С отчетность. Сегламентированные отчеты. И здесь нам нужно создать форму за получается полугодие уже. Потому что май у нас относится к полугодию. Выбираем нужный нам отчет. Выбираем период полугодия. И создаем. Нажимаем заполнить. И смотрим где у нас эта сумма проходит. Вот у нас ставка 35%. Сумма на численного дохода. И вот она сумма из численного налога. И если мы зайдем в раздел 2. Здесь мы увидим тоже эту сумму. Здесь она у меня одна. Потому что у меня других операций не было в этом периоде. Соответственно здесь у нас дата фактического получения дохода будет 31. 1 мая. То есть конец месяца. Последний день месяца. Дата удержания. То есть когда мы будем удерживать. Мы этот налог будем удерживать заработной платой. Зарплата у нас выплачивается 10. Поэтому 10 у нас будет дата удержания налога. А срок перечисления у нас будет следующий день за дату удержания. То есть в данном примере это 11 число. И соответственно сумма фактически полученного дохода у нас 154.81. И сумма удержанного налога 54. И можно эту форму записать, чтобы она у нас сохранилась. И уже отражалась перечень отчетных форм 1С отчетности. Вот таким вот образом в программе 1С бухгалтерия 8 редакции 3.0 мы можем отразить материальную выгоду от экономии на процентах по договору займа. И данная сумма будет отражена в форме 6 НДФ. А я благодарю вас за внимание. С вами была Зина Краснова. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте палец вверх, если вам было полезно это видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео канала. Заходите в мои группы в социальных сетях. Все ссылки вы найдете под этим видео. И подписывайтесь на меня на инстаграм. Желаю вам всего самого доброго. И до встречи на следующих видео. Спасибо.